27 сентября в библиотеке имени Маяковского состоится международная просветительская акция «Литературный диктант». Она пройдет уже в четвертый раз. В прошлом году библиотека Маяковского впервые присоединилась к акции. Диктант инициирован Мурманской государственной областной научной библиотекой. Его география обширна. В этом году было зарегистрировано полторы тысячи площадок в 20 странах мира. Проверять знания русской литературы будут в Беларуси и Казахстане, во Франции и Германии, в Таиланде и Марокко. Литературный диктант – это возможность проверить свои знания по классической русской литературе и по современной литературе. Диктант состоит из 20 вопросов различной степени сложности с вариантами ответов, либо открытые задания. Тесты составлены при участии преподавателей высших учебных заведений, филологов и писателей. Участие могут принять граждане старше 14 лет. Вы можете зарегистрироваться по форме заявки, либо на сайте библиотеки, или на официальной странице библиотеки ВКонтакте. Вы также можете позвонить по телефону 994-06. Диктант проводится анонимно, так что если вы не уверены в своих знаниях, переживать не стоит. То есть на вашем бланке будет стоять только номер. И когда мы выложим правильные ответы на диктант, это произойдет 2 октября, и будут они выложены на нашем сайте. То вы увидите только порядковый номер и количество баллов. Отличникам диктанта и его победителям вручат памятные грамоты и призы. Начало диктанта в 17.00. Кроме того, в библиотеке имени Маяковского пройдет семейный фотоконкурс «Жизнь книг». Горожане могут рассказать о своих книжных увлечениях и о семейном чтении. Первая номинация – это «Читаем всей семьей». Здесь мы предлагаем рассказать о своем семейном чтении. Родители и дети, бабушки и дедушки и внуки. Моменты эмоционального чтения, момент сопереживания герою. Вторая номинация – «Книжное хобби». Здесь мы предлагаем поделиться вашими книжными хобби. Может быть, вы любите путешествовать по литературным местам, посещать литературные музеи, памятники, фестивали литературные. Может быть, вы фотографировались где-то с писателем или с героями книг. Третья номинация – «Читающий мир». Она посвящена связи природы и книги. Работы принимаются до 30 ноября. Они будут выложены на сайте библиотеки в рубрике «Конкурсы». Там же вы можете ознакомиться с адресом электронной почты для отправки своих работ. Вы также можете принести свои работы на электронных носителях в отдел методической и инновационной деятельности библиотеки. Итоги фотоконкурса подведут в декабре, без возрастных ограничений. А прямо сейчас проходит еще один фотоконкурс – «Маски из любимой сказки». Необходимо перевоплотиться в литературного героя с помощью костюма, макияжа и реквизита. При этом образы не должны нарушать действующее законодательство. Фотоработы принимаются до 15 октября. Подведение итогов конкурса фотокосплея – 1 ноября. Для лиц старше 12 лет. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.